Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, благословенно имя Господа. Дорогая, расскажи, что у тебя на сердце. Когда ты сегодня утром общалась с Господом, Он тебе о чем-то говорил. Последнее время я размышляю на 33-м псалмом. Я хочу больше узнать о том, как можно славить Бога, познавать и постигать Его. Это просто удивительно. Этот псалм был написан так давно, но при этом все, что в нем написано, все еще актуально для каждого, кто живет в наше время. Мы переживаем все те же трудности, поэтому я верю, что эти строки важны и актуальны для нас сегодня, и завтра, и послезавтра. Да, самые глубокие потребности человеческой души не изменились. Они такие же, как и в начале времен. И сегодня мы увидим, что в 33-м псалме Давид говорит о свободе от страха. У меня вопрос, кто из вас периодически борется со страхом, и как мы его побеждаем? Давид говорит о радости Господа в своей жизни. Разве не к этому мы все стремимся? Мы хотим быть счастливыми и довольными. Верно. Не знаю, как у тебя, но когда я читаю Слово Божие, оно меняет меня и трансформирует. Оно переносит меня в сверхъестественную сферу. Так же и вы сегодня, слушая Слово Божие, будете благословлены и укреплены. Бару Хошем, мы продолжаем разбирать 33-й псалом, который мы начали изучать на прошлой неделе. Сейчас я быстро прочту первых три стиха, и мы пойдем дальше. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышать кроткие и возвеселяться. Я детально разобрал эти стихи на прошлой неделе, и поэтому я очень рекомендую вам пересмотреть прошлый выпуск нашей программы. Это Слово Божие, и оно полно силы и тайн. Оно наполняет нашу душу и наш разум. И когда мы постоянно славим и благословляем Господа, то начинаем переживать радость Хошема и оказываемся в центре Его воли. Поэтому обязательно посмотрите прошлый выпуск. Ну а теперь у нас четвертый стих. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Это очень интересные слова, особенно для этого поколения, потому что сейчас очень часто люди называют себя духовными, но при этом не принадлежат никакой общине верующих. Мы часто слышим, «Я духовный человек, но не религиозный. Я ненавижу религию. Я ее презираю. Религия — это плохо, поэтому я духовный». Обычно это означает, что моя религиозная община состоит только из меня. Такие люди не общаются с другими верующими. Они не поклоняются Богу вместе. Они не собираются вместе, чтобы благословлять Господа, служить друг другу, используя свои дары. Они следуют за Господом в одиночку. Но вы должны знать, что все послания в Брит-Хадаша или в Новом Завете написаны не отдельно взятым людям. Почти все послания Павла были написаны группам людей в церкви в Ефесе, церкви в Филиппах или церкви в Коринфе. Бог призывает нас как общину. Он говорит, что все мы — члены друг друга, и каждому из нас даны духовные дары для общего блага. Павел сравнивает верующих с частями тела. В теле есть глаз, рука, рот. Глазу нужна рука, руке — глаз, ну и так далее. Именно все эти части тела вместе делают нас целостным организмом. И Павел сравнивает это с нашими отношениями с Хешемом, с Богом. Нам нужно собираться вместе с другими людьми, которые знают и любят Его, потому что у них есть нужные вам дары, а у вас есть то, что нужно им. Итак, только когда мы собираемся вместе, в полноте и в единстве, мы ходим в целостности. Поэтому Давид говорит, величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. У Давида были особенные отношения с Богом. Бог говорит, что Давид был человеком по его сердцу. Давид очень любил Бога, но его отношения с Богом не были изолированными. Он общался о своей вере с другими людьми, которые также любили Бога. Так же должно быть и у нас с вами. В Новом Завете сказано, «Не покидайте собрания своего», как это уже вошло в привычку у некоторых. Давайте собираться вместе все чаще, потому что День Господень все ближе и ближе. Мы должны быть готовы к приходу Иешуа. А как мы должны готовиться к этому? Иметь общение с телом Христа, то есть с другими верующими. Поэтому я хочу сказать вам вот что. Возможно, вы сейчас полностью здоровы, и у вас нет причины не посещать свою церковь или общину, но вы почему-то этого не делаете. Но это очень важно. Давид говорил об этом, и Новый Завет говорит об этом также. Мы названы невестой Христа, телом Мессии, поэтому мы должны быть вместе. Мы продолжим читать, пятый стих, «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих или страхов моих избавил меня». Надеюсь, вас это тронуло. Когда я это читаю, меня всегда это трогает. Это один из моих любимых псалмов. Послушайте его еще раз. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня». Это означает, что Бог ответит вам. Иисус сказал, «Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Иными словами, каждый просящий или спрашивающий получит ответ. Так сказал сам Иисус Господь. А Яков сказал, «Не имеете, потому что не просите». Давид сказал, «Я взыскал Господа, и Он услышал меня». Дорогие мои друзья, я призываю вас, просто продолжайте говорить с Богом. Говорите с Ним в течение всего дня. Говорите с Ним о ваших чувствах, о ваших проблемах. Благодарите Его за все хорошее. Признавайте Его присутствие в вашей жизни. Например, у вас есть сознание, потому что Он дал его вам. Иными словами, благодарите Его за все хорошее, что Он уже делает. За то, что вы можете почувствовать вкус еды и наслаждаться ею. Это удовольствие. Наш Бог. Бог удовольствий. И вы испытываете все эти удовольствия, потому что Бог создал вас по своему образу и дал вам способность чувствовать это удовольствие. Если выглянуть на улицу, то вы увидите что-то красивое. Деревья, луну, солнце, птиц, цветы. Чтобы это ни было, воздайте Богу хвалу за это. Признавайте Его. Говорите с Ним. А также делитесь с Ним вашими печалями и болью, даже вашими сомнениями. Продолжайте говорить с Господом, потому что, как сказал Давид, «Я взыскал Господа, и Он услышал меня». То же самое Бог будет делать и для вас. Когда вы будете говорить с Богом, «Я вас уверяю». Он вам ответит обязательно. Но не молчите. Продолжайте стучать и просить. Итак, Давид искал Бога, и Бог ответил ему. Каким же образом? Давид говорит, «И от всех опасностей или страхов моих избавил меня». Не знаю, как у вас, но в моей жизни был двухлетний период до того, как Иисус явился мне, когда я был полностью скован страхом. Нам постоянно приходится сражаться со страхом, потому что мы живем в опасном мире, в котором полно этих самых страхов. Но я говорю не о моей нынешней борьбе со страхом. До встречи с Иешуа я находился под сильным угнетением дьявола. Хотя мне, как еврею, никто даже не рассказывал о дьяволе. Я ощущал присутствие дьявола. Хотя никто меня не учил тому, что он существует. Я находился в узах страха. Я мучился, но как только Иисус сверхъестественным образом явился мне в моей спальне. В 78-м году 90% этого страха оставило мою жизнь. Давид писал, «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей или страхов моих избавил меня». Я хочу помолиться за вас, дорогой Небесный Отец. Спасибо за этих драгоценных людей, которые смотрят эту программу и слышат слова Псалма Давида. Я знаю, что некоторые из них сейчас страдают от боли, от страха, печали или замешательства. Многие чувствуют себя пустыми и потерянными, и многие мучаются от этого самого страха. Я знаю, что часто этот страх беспочвенный и нелогичный, или же раздутый до нереальных размеров. Поэтому я прошу тебя во имя Иисуса послать своих ангелов и разрушить всякий страх в жизни твоих детей. Я беру власть над всякими страхами, которые мучают вас, и над силами тьмы, приносящими вам страх, и разрушаю их во имя Господа Иисуса Христа, будь то страх болезни, страх одиночества. Помните, Иисус любит вас, Отец любит вас, и Он послал к вам своего Сына, чтобы вы никогда не были одинокими. Поэтому не бойтесь. Иешуа пришел, чтобы дать нам с вами свободу. Аминь. Баруха Шем. Аминь. Вы свободны в нем. Продолжайте стоять в вере, продолжайте славить Его и взывать к Нему, и вы увидите, как вы получите полную свободу от страха. Да будет так. Нам нужно спросить себя, почему мы не евангелизируем больше? Может, потому что нас больше волнует мнение людей, чем мнение Бога? Я чувствую, что тут много людей, тех людей, которые были неверны в своем служении. Когда Равин говорил, в моей голове было множество мыслей. Я живу в городе, и там есть люди, которые занимаются бизнесом в моем районе. Я пастор, но я прохожу мимо многих домов и даже не останавливаюсь, чтобы прийти и рассказать им об Иисусе. А мне бы следовало это делать. А вот как я живу. Я даже не потрудился поговорить с ними. Это означает, что я наслаждаюсь всеми преимуществами пастора, но не выполняю Божью работу при этом. Господь коснулся моего сердца и бросил мне вызов. Я изменился. Сегодня я пойду и буду проповедовать Евангелие людям в моем квартале. А в шестом стихе Давид продолжает. Он говорит о своих собратьях, о святых, о других верующих и избранных Божиих, то есть о нас с вами. Послушайте, что он сказал. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. И тут снова представлены две идеи. В этом псалме столько откровений. Вначале Давид говорил, что верующие, святые, избранные Божьи, Божьи люди, обращают к Богу свой взор и просвещаются или светятся. Когда ваши глаза на Бога, когда вы сфокусированы на Иисусе, вы будете иметь победу в жизни. Мы сражаемся и должны побеждать. В книге Откровения Иешуа семь раз говорит, что побеждающий унаследует многое. Он унаследует рай. Он будет трапезничать в саду. Поэтому вы должны побеждать в ваших сражениях. И когда ваши глаза сфокусированы на Нем, и Он на первом месте в вашей жизни, то вы будете светиться все больше и больше. От вас будет исходить сверхъестественный свет, который будет очевиден для окружающих. Божий Дух будет наполнять светом ваше тело. Вы даже будете выглядеть иначе из-за радости Божией в вас. Вы когда-нибудь видели такого человека, у которого хорошее отношение с Богом, и на Нем даже видна слава Божия. Видели? Ее можно увидеть целесно. Такие люди будто бы излучают свет, который вы видите собственными глазами. Но если взять того же человека в другой день, когда ему плохо, он устал или расстроился, то он будет выглядеть совсем иначе. Может показаться, что он постарел лет на 15, но через неделю вы снова видите его, и он снова светится, он полон света, и будто бы снова помолодел на 15 лет. Почему же такая разница? Все из-за Духа Святого. Дух Святой дает жизнь нашему смертному телу. В Новом Завете сказано, «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то он оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Дух Божий реален. Он живая личность, а не просто идея. Вы не можете увидеть его своими глазами, но гравитацию вы тоже не можете увидеть, как и телевизионные или радиоволны. Есть много всего, чего мы не видим своими глазами, но это реальность. Так и Дух Божий реален. Библия говорит, «Если Дух, который воскресил Иешуа из мертвых, живет в вас, то он даст жизнь вашему смертному телу. Вы будете здоровее, будете выглядеть моложе, и ваши органы будут сверхъестественно хороши». Давид сказал, «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Давайте прочитаем это еще раз. Это шестой стих. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Знаете, что это означает? «Вы будете победителями по жизни». «Вы никогда не постыдитесь». Не важно, что говорят о вас люди, не важно, что думают о вас ваши родные, потому что очень часто, как сказал Иисус, пророк остается без почести именно в родном доме. «Иногда наши родные критикуют нас больше всего». «Неважно, что о вас думает семья или ваш работодатель». «Неважно, что о вас думают соседи». «Если вы еще учитесь, то неважно, что другие ученики думают о вас». Правда в том, что вам не будет стыдно. В итоге, именно вы будете смеяться, и вы не будете опозорены. В Новом Завете сказано, что все уповающие на Него не постыдятся вовек. В итоге, именно вы будете стоять на вершине. Я вам это обещаю. Библия говорит, что никто не может отделить нас от Божьей любви. Ни высота, ни глубина, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее и никакое творение. Знаете, с чем бы вы ни столкнулись в жизни, вы победитель из победителей. Библия говорит нам, что еще не открылось то, какими мы будем. Когда мы увидим Его, то станем такими же, как Он. Вы будете прославлены, а не постыжены. Иисус в книге Откровения сказал любящим Его, вас могут гнать, преследовать и унижать, но в конце времен они увидят, что Я полюбил вас. Вы будете стоять на вершине. Вы не будете постыжены. Над вашей жизнью развивается знамя победы, и вы победитель. Библия говорит, что вы воскресли вместе с Мессией, и вы посажены вместе с Ним на небесах справа от Отца. Я хочу, чтобы вы знали, кто вы и какая у вас судьба. Вы победитель, вы дети о Божье. Вы рождены от Духа и призваны царствовать вместе с Ним. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Следующий стих – это слова Давида о самом себе. «Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Тут продолжается та же тема, но давайте взглянем на нее под другим углом. Давид говорит «сей нищий возвал». Любопытно, как Давид смотрит на себя. Здесь у нас Давид Малех, царь, Давид, царь Израиля, и он называет себя нищим. Обратите внимание на его смирение перед Творцом. Он полностью полагается на Бога. Это один из самых важных факторов, если мы хотим подняться в Божьей силе. Нам нужно держаться за Него и понимать, что без Него мы упадем. Много лет назад Господь показал мне, что многие люди оступаются и падают, потому что не полагаются на Него и не держатся за Него. Они полагаются на свои способности или на свои силы. Они полагают, что все будет хорошо и без Него, а это весьма самонадеянно. Иаков говорит «не говорите». Завтра мы пойдем и сделаем то или это. А лучше скажите «если Господь позволит», потому что вы не знаете, что может принести завтрашний день. Давид полностью полагался на Бога. Вот почему Иисус сказал «благословенно нищие духом». Что это означает? Быть нищими духом — это осознавать, что сами по себе мы ничего не представляем. Дух дает жизнь, а от плоти никакой пользы. Таким должно быть наше отношение к жизни. Мы должны бояться сделать следующий шаг без помощи и присутствия Бога в нашей жизни. Когда Бог повелел Моисею вывести народ из Египта, Моисей сказал «если ты не пойдешь с нами, то и я никуда не пойду». Моисей понимал, если с ним не будет Бога, он разобьет себе нос. Поэтому и Давид говорит «сей нищий». Он понимает, если Бога с ним не будет, он споткнется и упадет. Таким должно быть и наше отношение. «Сей нищий возвал, и Господь услышал». Интересно, что Давид связал свое смирение с тем, что Бог услышал его. Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я призываю вас, продолжайте держаться за Бога. Мы должны бояться двигаться вперед по жизни без Божьего участия. Мы должны развивать наши отношения с Богом. Он должен быть рядом постоянно. Мы должны постоянно поддерживать общение с Ним. И тогда мы принесем много плода и увидим, как Бог отвечает на наши молитвы все чаще и чаще. И ничего, как сказал Иисус, не будет невозможно для вас. С вами сегодня, как и всегда, был Равин Шнайдер. Я люблю вас, но самое важное, что Бог любит вас. Шалом! В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог, Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог, Отец, продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вы шлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство — вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Сегодняшний выпуск был заключительным в серии «Псалон 33» сезон 1. Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, заходите на наш сайт. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог-Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка, Его Слово, которое живо и действенно острее меча обоюдоострого. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. Когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвование, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны, Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На Земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.